приветствую всех на канале сегодня будет видео будем отправлять с вами заказы и также готовится к шоу к шоу на пошмарке где нужно выходить в прямой эфир и продавать барахлишко значит у меня здесь я уже распечатала лейбл и нам нужно найти с вами 14 вещей 14 заказов отправить и когда я сейчас это все буду искать в то же время я буду вытаскивать вещи которые я буду завтра выставлять на продажу значит вчера вечером я устроила silent шоу это шоу которое без видео и без звука то есть там просто выставляющие люди покупают я была приятно удивлена что вчера одна женщина ко мне зашла и купила аж две вещи очень было приятно это мои первые продажи были на шоу на прошлой неделе я делала первое пробное шоу ничего там я не продала так и вот эта женщина то что у меня вчера купила пару вещей завтра придет ко мне на шоу которое будет у меня с видео из со звуком общем как в прямой эфир буду выходить она сделала запрос она попросила какие-то вещи на размер лач и выше интересует также ее интересуют какие-то сумки и также ее интересует микки маусы я знаю что у меня есть пару игрушек микки маусов и все это у меня находится в клозете и я хочу все это доставать у меня есть какие-то там кружки которые сто лет уже стоят там starbucks что-то еще возможно даже микки маус какие-то есть в общем сейчас когда я буду искать вещи то что мне нужно будет отправлять завтра придется на почту поехать может еще что-то продастся пятница если что вот и в то же время буду из клозета вытаскивать эти игрушки и какие-то там у меня есть вещи и все буду подготавливать завтрашнем один нашел также нужно одежду какой-то искать так на шоу я буду использовать вот эти номерки которые я приобрела на амазоне я сделала себе листинг я кстати на шоу тоже буду это все снимать я выйду в прямой эфир на пошмарке и вот так вот поставлю камеру сбоку буду снимать на второй телефон в общем и вот у меня есть номерки которые и там у меня 50 50 30 вещей я добавила в общем буду показывать буду продавать что продаста буду подкладывать номерок завтра это все разберусь потом вам расскажу подробнее сейчас мне нужно найти вещи которые я буду завтра выставлять и так же не нужно будет эти вещи развешивать чтобы было какой-то значит презентабельно скажем так вот такие вот дела так что работы сейчас у меня будет достаточно на вечер давайте начинать давайте начинать сейчас вот я вот как свои организую лейблы все я их распечатала значит и сзади на лейбла я пишу что-то за вещь как я вам говорила спрашиваю кстати как я делаю свои вот эти вот инвентарь свой я раскладываю по бинам я начинала делать каждую вещь отдельно номер но у меня к сожалению не столько места чтобы вот эти вот длинные коробки выставлять и каждый выставлять в общем у меня до сих пор все раскладано рассложено по бинам и у каждого бина есть свой номер либо своя буква вот здесь у меня есть некоторые вещи вот например написала лаки лаки ти экстралайдж грин это значит лаки бренд футболка женская экстралайдж зеленая здесь нет у меня никакого номера потому что эту вещь она у меня где-то лежит в куче вот которые затем за вами находятся я не буду ее показать это то что я нашла в последние две недели и еще не успела убрать бренд потом есть лаки бренд картига на прошлой неделе находила я это убрала в пакеты но не убрала в бины еще дальше что здесь а вот уже пошли вещи которые с номерами допустим вот написано white house блаус и м м это название бина вот здесь вот джей то есть у меня есть здесь джей потом есть били под номерами с буквами у меня стоят в этом козлить и с номерами у меня стоят в том козлить и сейчас я вот так вот разделю эти свои лейблы по буквам под номерам это что без всего сначала я пойду искать то что у меня в глаза идти по буквам потом я пойду забирать то что у меня по номерам и дальше уже остаток будем смотреть сами вот в этих кучах это самое страшное потому что эту всю кучу нужно будет разрывать перебирать чтобы найти вещь ладно все не буду вас задерживать полной пошла ты все искать как найду буду вам показывать будем все запаковывать и потом покажу что я нашла для этого самого почему-то я хочу называть это марафон и марафон шоу лайв-шоу спустя два часа я наконец-то нашла вещи три не нашла я их оставила на следующую отправку достала вещи которые я хочу на уктоне выставлять что какие-то сумки кошельки шарфы кружки покажу вам попозже давайте сначала упакуем все что должно завтра у меня отправиться то есть три вещи я не нашла и того у меня получается 11 вещей нужно сейчас будет собрать так и шоу я наверное будут делать их не знаю в одно шоу я все помещу и не помещу все одежду я хочу показать тоже я насобирала хочу показать сумки и кошельки я думаю что в одно шоу поместимся так что я здесь первое мы с вами будет смотреть на ebay продала сегодня альпака помните находила на прошлой неделе кардиган продала его за 22 доллара 22 цента выставляла его за 35 но я приняла заказ помните я находила вот этот кардиган ручной работы стопроцентная альпака фирма даже у них называется просто альпака альпака палас в перу делает из ламы из бэйби ламы сделали вот такой свитер связали вот серый свитер здесь есть карманы примерно размер вачи написала эти не прошло и неделю он продался достаточно такое большое в пакет и не знаю в коробку он у нас поедет с вами в вирджинию город арлингтон вирджиния у меня есть эти вот пакеты я получаю от ebay когда у вас есть магазин то у вас дается там кредит кредит какой-то 29 долларов что ли мне дается 25 долларов за три месяца я на эти кредит покупаю вот такие пакеты 100 пакетов очень классно мне нравится также у меня есть свои белые пакеты такого размера как этот и бы еще у меня остались несколько пакетов вот такие я заказывала фиолетовые и побольше на тиму сайте но они мне не нравятся потому что они просвечивают реально видишь что там находится внутри мне нужно использовать потому что у меня нет других больших пакетов поэтому он у меня полезется отсюда время у нас около 7 вечера уже около часа даже больше рылась такой вот часом не все два часа рылась вот он не залез пакет перерывала все свои старое барахло искала сейчас у меня все просто вот что-то в сумке лежит что-то валяется то не нужно что будет все красиво развешать все это собрать подготовить сейчас наклеиваем сюда этикетку обращайте внимание на задний вид там у меня разгром полный все наклеила один пакет готов так дальше это буду в последнюю очередь потому что для этого скорее всего что нужна коробка продалась у меня вот это бандл получается это вчера две вещи я продала на аукционе одна и та же женщина купила то про которую я рассказывала что придет завтра на шоу значит она купила у меня пола ралл флорен и накс рауз 3 экстралач женская такая вот футболка пола ралл флорен и свитер кардиган от накс рауз размер 2 экстралач он даже новый с этикеткой еще продала за копейки даже не скажу за сколько там за 7 долларов каждую вещь что ли но аукцион есть аукцион как говорится первое время когда только начинаешь теряешь но постоянно будет сделать когда пойдет все нормально но особенно конечно же нужно продавать то что с барахолки потому что там за доллар если я в этом покупаю то если я продам там за 7 долларов 5 с этой вещи ты заработаешь так продала платье asos где она у меня за 15 долларов на кошмарке обтягивающее платье такие немножко пышные рукава такое платьишко продалось за 15 долларов примерно я да наверно долларов 12 этого заработала эти пакеты я на амазоне заказываю но почти все я на амазоне заказываю что-то вот на этом тему я заказываю так что у нас дальше идет пола рау флоры рубашка муштая в клетку скажу за сколько я ее продала на на пошмарке она продалась у меня и так так где на у меня вот она за 31 доллар она продалась заработала из этого 21 82 примерно 9 баксов дорогой пошмар забрал ну нашла на барахолке за доллар примерно я думаю а вот эта рубашка что за клетками помните нет это не на барахолке это я находила уже где-то в обычном сэкафанде мне кажется долларов за 5 за 7 ну я думаю долларов 15 я с этой рубашки заработала не так давно я ее находила у нас едет в норск-карлайна город камерон женщина какой-то это мужская рубашка может быть подарок своему приобрела так это моя новая знакомая так где в нью-йорке живет прочесть и прочесть и в нью-йорк прикольно так что у меня бандал себя купила нашел так сейчас я подвину одежду что следующая вещь это свитер от фирмы и рут серый труд вспомните про него про фирму рассказывал фирма из канады за 18 долларов он продался и 11 42 я заработала это не обязательно что вы должны отправлять только и бэй в этих пакетах только продажа себе нет я в эти пакеты и вы отправляю вообще все что влезет куда же у нас едет рутс рутс у нас едет в нью-йорк баффало нью-йорк как раз там рядом с как она находится знает знает себе фирма если нужно покупать окей дальше ага-уга вам больше нравится такой вот свитерок от фирмы ага размер не знаю какой маленький это вещь подалась на сайте как же называется расскажу deep up где папе так за сколько он продался он у меня подался за 25 долларов и я с него зарабатывает 21 41 сегодня смотрела значит куда у нас едет это видится в кентаке город называется не антик не антик штат кентаке возле нью-йорка на кучах есть сегодня смотрел видео какое-то ну реселлеров продажников местных американских значит один мужчина рассказывал про свое кардиган про тасса про свой бизнес этот кардиган если вы помните я находила на прошлой неделе продала его за 20 долларов на ebay у меня что размер смол выставляла его за 25 что ли продала за за 20 короче он значит рассказывал когда начинал свой бизнес реселлера это было не знаю 2016 год что лесли вообще не раньше и 2010 он говорил в общем он начинал продавать тоже какие-то вот эти использованы тоже вещи потом он занимался арбитражем арбитраж это когда вы новые вещи покупаете допустим в каком нибудь в том же магазине розда маршалс на распродаже там покупаете и потом по полной цене как-то там перепродаете то есть он продавал сначала концентрировался на ebay продавал на амазоне и вот сейчас когда шоу выходит люди продают в прямом эфире он значит весь у него бизнес вся у него торговля проходит на сайте вот на этот едет в город такс таксом аризона в общем у него сейчас там человек 18 у него наверное работает в основном это какие-то видео геймс они продают все они быстро продают в онлайн и он говорит мне нравится что то значит быстрая вот такая продажа даже если я продам дешевле все равно получается что я моя прибыль больше допустим вещь которая продается тебя в течение там недели она тебе допустим даже если ты дешевле я продавшим а тебе да все равно приносит больше прибыли чем вещь которую ты продаешь которая тебе сидит 6 месяцев что-то типа того так ралл флорен красная бруска за 20 долларов продалась на мертари то есть знаете что очень многие наши местные реселлеры как раз таки уходят и продают именно онлайн либо на пошмарке вот на этих шоу либо на сайте вот на вот на помните они как-то регистрировалась но всякие потом я ничего не стала в принципе делать на этом сайте эта доска у нас едет в калифорнию город называется гридлей вот сейчас я постепенно начинаю буду начинать сначала вернее уже продавать онлайн посмотрим что у меня из этого выйдет я прекрасно понимаю что сразу же дальше футболка минс продалась который у меня 100 лет лежал которые за 2 доллара находила в магазине salvation армии значит я прекрасно понимаю на пошмарке скажу на сколько я продаваю я прекрасно понимаю о том что ты не не будет как говорится не существует успеха за один день то есть и ты вышел прямой эфир и к тебе все пришли сразу же тебя все скупили конечно же нет она за 25 долларов я с нее заработала 2 долларов неплохо да я понимаю что любое дело занимает время для того чтобы вырасти чтобы в любом бизнесе в любом деле то есть чтобы стать каким-то там специалистом чтобы зарабатывать этого какую-то прибыль с этого нужно конечно же это у вас должен быть опыт у вас должно занять время не существует однодневного успеха однодневный успех это полная чушь не знаете куда в калифорнии тоже лагуна не гуял не знаю что для того чтобы чего-то добиться до чего дойти это упорный труд и как говорится постоянство нужно постоянно это делать 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 и в конечном результате ваш труд конечно же вам будет оплачиваться то есть не бывает такого что вы вкладываете свое время свою энергию деньги и так далее и это не а как сказать обратно вы ничего не получаете если вы не обратно чего не получаете значит это что-то не то вы делаете так всегда когда вы работаете работаете то это все должно конечно же оплачиваться то же самое и шоу постепенно нужно выходить постепенно он один наберете свою публику вот как на юсибе допустим сколько я веду youtube 2017 год да у меня постепенно постепенно люди твои приходят к тебе то есть это занимает время чтобы набрать свою своих людей свою публику своих фалловеров то же самое вот на этих шоу то есть конечно же займет время так продала плащ от фирмы обинтонги антич такой вот тряпочный плащ на пошмарке размер смог расскажу за сколько поэтому я это абсолютно хорошо понимаю я готова к этому за 31 доллар продал этот плащ и заработала с него 21 82 то же самое вот это то что он рассказывал историю про этого перед перепродажник на зоне такой красивой ну реселлер это давайте будем называть так тоже конечно же когда он начнет сначала выходить тоже там не сразу же у него было какие-то огромные продажи много его этих фалловеров конечно все это заняло у него время для того чтобы собрать свою публику для того чтобы я так поняла что он по четыре раза в день шоу вот устраивать и четыре раза в неделю а как раз таки четыре раза в день и у него есть люди которые на него работает как если я помню точно это было 18 человек значит этот плащ у нас едет в город манхэттен но не в нью-йорке манхэттен штате канзас интересно так вот еще одна вещь есть это white house black market такая вот голубая блузочка она подалась на ebay за очень пьюшевых долларов за шесть такая вот доска я хочу просто двигать уже двигаться из этого всего чтобы новой инвенторией затариваться но если я занимаюсь лайф-шоу я понимаю это не означает что я перестану заниматься обычным реселлером реселлером хотя кто знает может как все закрутится завертится может быть ведь на самом деле не будет даже времени для того чтобы фотографировать и выставлять посмотрим так куда у нас едет это в атлантик сити в нью-джорси там я была там не было так все я это запаковал мы сейчас соберем сейчас мне нужно коробку найти для того чтобы вот этот бандал сложить этот свитер он такой большой из-за него только много времени займёт сейчас это все сложу куда-нибудь в коробку и это все нужно забрать пакет завтра все это вывести вывести выкинуть вы знаете я решила вот эту белую шапочку я хочу оставить для себя для себя для поездок в холодные места так вчера здесь только все прибирала сегодня у меня опять здесь полный беспредел творится какие-то пакеты еще не разложены освещают шивы поставлю для того чтобы на нее можно было весить делать измерение потому что если вдруг понадобится смирение так вот из этого уходить 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 чуть будет двигаться это вот хорошо красиво разве же завтра придется наехать утром на почту чтобы отвезти все то что я испаковала потому что мы с вами сидели паковали петрушка вот она просто розалия петровна до зале петровна скоро нужно готовится барахло вот это разгребать да дорожка что ты иди давай кабель иди иди так 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 я даже не знаю с чего начать не знаю с чего начать роза уходи оттуда так вот здесь уже я подготовлю надеюсь у меня какие-то смешивать есть вот эти вот вещи вот меня раздражают просто она просто взяла зацепилась сейчас мне их нужно еще будет распуды вот такой вот woman женский стопроцентная шерсть размер 2 кастровач такой вот то ли блейзер то ли пальто не знаю и вот такой элопин я тоже выставлю буду начинать продажу каких-то значит простых каких-то 5 долларов и буду начинать сумки возможно там 7-10 долларов буду выставлять смотрим что там что там я подготовила как раз размеры экстравач давайте я вам покажу что здесь и плюс еще у меня говорю вот здесь пакет лежит на полу здесь валяется здесь сумки здесь кошельки какие-то кружки у меня уже голова идет если честно кругом здесь я подготовила платье от фирма лофт абсолютно новая с этикеткой размер 2 экстравач это у меня инк платье свитер получается это получается как блейзер такой женский куртка от фирмы talbots размер экстравач такая вот есть куртка от фирмы дона кара нью-йорк размер лач фирма чика с это медиум 139 долларов экономика на барахолке находила еще что-то от фирмы talbots 10 размер ралф лорен размер 12 такой великолепный просто блейзеры с шерсти офигенный просто здесь у меня вот микки маус есть такая вот толстовка что за размер размер лач как раз для той женщины что хотела купить такой кардиган есть размер лач фирма dreamers это что у нас тоже размер лач soft surroundings размер лач то что у меня удал давно висит знаете хочу избавиться вот размер лач такая к свитер от фирмы pink и размер лач экстравач какие свитера долларов семей я буду начинать продать хотя же долларов по пятницу рубить быстрее продать and tell размер медиум здесь у меня минт вельвет размер 14 такой приятный такой свитерок и вот вас внизу такая тряпочка это у меня манды и санды и тюзды и сару рай санды в общем размер лач это фирма антропологи эта вещь у меня тоже очень долго не продается здесь у меня есть вот такой вот джо лапок стрелать здесь рубашка от фирмы чика с три с половиной размер тоже мне кажется это экстралатик мне кажется что смета упадет жалко что здесь есть лофт лач петит платочка здесь у меня это вот эйлин фишер то что я находила вот недавно я хочу тоже на аукцион потому что ее будет фотографировать очень будет непонятно что за вещь поэтому лучше ее я выставлю на аукцион тогда я смогу ли людям показать за 10 долларов я начну многое конечно не смогу с нее заработать потому что не думаю что ко мне придет очень много народу в первый раз второй раз close and stone размер лач это фирма от антропологи вы уже знаете тоже давно она у меня находила и и здесь у меня мере коллегала такой пушистый размер экстралач и сейчас я еще буду размешивать то что я нашла но я сниму видела бы я буду снимать видео с шоу поэтому по всем видите еще остальное что я буду там продавать честно я уже не переживаю мне как тоже не страшно совершенно первый раз наверное всегда страшный вот единственное что я сейчас немножечко так сказать как говорится стресс у меня потому что меня вот это барахло везде лежит и мне просто он вот это раздражает очень сильно сейчас мне нужно это все разобрать ладно давайте будем на сегодня прощаться на сегодня увидимся с вами в следующем видео пишите в комментариях как вам такое работа вместе прошлый раз я поняла что вам такие видео понравилось сегодня мы немножко видите другое дело сегодня мы с вами упаковывали продажи сегодня мы с вами готовились к шоу немножечко как вам такое видео интересно ли за за кадром как говорится я думаю что такое интересно тем кто тоже занимается продажами вот и знаю что почему-то у в россии почему-то не работает пошмарк мне мама пыталась зайти через линьки почему-то не заходится не знаю очень странно в общем поэтому я буду снимать видео когда я буду делать это шоу видео просто будет тоже как за кадром как говорится я буду вести его конечно же на английском языке там не будет на русском языке ничего никакого перевода просто чтобы вы имели представление что-то за шоу как это все проходит и так далее потому что как еще раз говорю что почему-то не работает пошмарк в россии и поэтому люди смогут те кто не могут прийти ко мне на пошмарк на мой шоу то они смогут посмотреть как раз таки вот записи потом уже на ютюбе вот так вот пишите в комментариях какие вам видео нравится что вам не нравится чтобы вы порекомендовали посоветовали на сейчас вот у меня какие планы вообще видео это конечно же надо на барахолке мы с вами ходим ищем вещи клад секонд-хенды ищем клад потом обзор вот этого барахла далее идет сколько заработала что продала работать вместе вот такое вот видео там допустим паковать что-то фотографировать рассказывать делиться какими-то секретами бизнеса и сейчас еще я вот выставлять будут эти шоу шоу за кадром получается что я видел каждый день почему что буду выставлять служить нужно еще в прямой эфир как нибудь будет выйти просто поболтать не обязательно барахли просто поболтать о жизни и поотвечать на вопросы если у кого-то они конечно же есть что касается не только барахла вообще если что-то кому-то интересно кто я что я ладно все буду прощаться уже долго мы с вами болтаем буду сейчас готовить к шоу все что у меня здесь лежит потом мне нужно будет выставлять товар также я продолжаю конечно же выставлять товар и думаю потом я буду отдыхать завтра хочу пойти на прогулку утром нам нужно ехать на почту шоу будет 12 я думаю как бы мне это все успеть и на прогулку сходить и на почту съездить и подготовиться самой тоже посмотрим все нормально думаю будет ладно пока пока увидимся в следующем видео